Жители улицы машиностроители возмущены таким соседством, заявляя, что здание полностью аварийное и является притоном для наркоманов, людей без определенного места жительства и подростков. Мы оказались заложниками такой ситуации. На территории нашего ТСЖ есть вот такое вот здание, здание 11-й поликлиники. С 16-го года это здание разрушается. Помимо того, что внешним видом мешает, здание два раза уже горело. Приезжала пожарная машина, тушила. Это было и ночью. Днем и ночью постоянно доносятся крики какие-то непонятные из этого здания. Рядом с заброшенной поликлиникой через дорогу находится школа. Жители соседних домов взволнованы тем, что доступ на территорию не ограничен, а само здание находится в аварийном состоянии. Помимо того, что здесь обитают взрослые люди, сюда заходят дети. Мы боимся, что что-то может произойти с детьми. Жители многоквартирных домов по улице машиностроителей мечтают, чтобы на месте заброшенной поликлиники была зона для отдыха с детьми, пеших прогулок, да и просто чистая облагороженная территория. Ведь рядом находится новая городская поликлиника номер 11. А это место жители Коминтерновского района считают своим маленьким центром. Наш дом стоит у дороги. Мы как пленники. Мы не можем ни погулять. Даже обзоры не видно. Вот, к большому сожалению, в моей семье ребенок инвалид. Ему даже, понимаете, негде выйти погулять. Пойти погулять до дороги – это несерьезно. Пойти даже погулять там, но настолько для наших четырех домов маленькая площадка, что мы там просто чисто физически не можем все уместиться. Нежилое здание на машиностроителей 13 вместе с земельным участком были включены в утвержденный Гордумой программу приватизации муниципального имущества на 2020 год. В рамках его реализации объекты выставлялись на торги, но потенциального покупателя не заинтересовали. Земля располагается в территориальной зоне с индексом Ж7 – зона многоэтажной застройки. При приобретении объекта новый собственник в перспективе мог бы выступить с инициативой изменения целевого назначения для того, чтобы возвести на его месте многоквартирный дом. Вряд ли горожане будут этому рады, поэтому в настоящее время здание и земля из плана приватизации исключены. Таким образом, муниципалитет страхуется от риска точечной застройки участка. Сейчас городское агентство управления проектами ищет инвестора для возможной передачи объектов по концессионному соглашению, чтобы сохранить их социальную направленность. Влада Голда, Валерий Бобкин, 41 канал.